про доброго демиурга, любители доброго демиурга, они что рассказывают? Что вот, типа, Бог сделал всё так хорошо, но вот разве это справедливо, что мать, например, бухает во время беременности, а этот уродцем рождается ребёнок, и он потом всю жизнь страдает из-за этого. Понимаете? Вот что такое карма. Это карма. Карма — это не воздаяние. Карма — это следствие. А следствие у хороших каких-то поступков может быть плохое. Благими намерениями может быть вымощена дорога в ад, а злыми как бы в рай и всё остальное и тому подобное. Никогда не знаешь, что случится. И вот я именно вот понимаю карму так. Она абсолютно несправедлива. И, в общем-то, это зоо. Поэтому мы, собственно, и уходим. Задача буддизма именно прервать карму. В отличие от индуизма. Которые живут по ней. И которые интерпретировали её как закон воздаяния и справедливости. Так что не верьте индуистам. Они, конечно, не агрессивны, но они постоянно лгут. Проведя с ней последние мгновения, Эллен поручил тебя заботе и Лены. А затем, похоронив Сирию, немедленно покинул Кокома, чтобы не попасть со своим преследователем. Так вот, по идее, ребёнок должен был случиться выкидыш из-за того, что ребёнок был умер из-за недостатка питательных веществ. А Сирия сама должна была выжить. Вот так вот. Понимаете? Вот в чём... Как было бы в реальной жизни. Единственным напоминанием моего чувства к Сирии остался маленький грубо сделанный крест на её могиле. Конечно, он мог позаботиться о куда более в подобающем захоронении. Вообще-то, какая разница в захоронении, если у вас тут как бы души уходят на перерождение и все дела. То есть, эти захоронения и сохранение тела и памяти, это больше христианская вещь. В буддизме, вот, например, там, знаете, там, священное ухо Будды или ещё чего-нибудь, это фигня полная. На самом-то деле, на ступах, когда пишут какие-то заповеди Будды, то есть, напоминания, вот, например, в горах, там, в горах, там, где ледник тает. Или, например, нет, не в горах, а возле реки стоит ступа буддистская, и там написано, нельзя войти в одну реку дважды. Это напоминание, притча о том, что всё меняется. О том, что, действительно, когда ты входишь один раз в реку, там одна вода. Когда ты второй раз входишь в реку, она уже другая совершенно. И что изменения неизбежны. Вот это вот то, для чего они должны создаваться. И то, что нормально. А вот когда ты начинаешь тела хоронить, ну, смысл в этом. Смысла в этом мало. Это всё материализм, всё-таки. В любом случае, хоть с материалистической точки зрения, мёртвое тело – это уже не ты. Это уже просто кусок говна. Это уже просто кусок тухлого мяса. Разложившегося и несвежего. Или же, если ты со спиритуалистической точки зрения, это то же самое получается. Что твоя душа уже улетела. Следовательно, зачем тебе беспокоиться вообще о теле? Ты – это твоя душа. Ты переродишься в новом теле. Зачем тебе хоронить старое? Хранить какую-то память о нём и так далее. Напоминания о человеке, они, знаете ли, могут и плохие вещи доставить в воспоминания. Опять же, ты вспоминаешь, как хорошо было раньше, как хорошо было с этим человеком, а теперь всего этого нет. Поэтому я предпочитаю... Я не хотел бы, чтобы меня вообще хоронили. Поэтому вот правильно делают, что многие говорят, там развеять прах над чем-то и забыть насчёт этого, то есть чтобы не было могилы. Если уже и оставлять что-то по себе, так это какую-то идею. Вот, например, видосы на ютубике. Тут хотя бы мой голос останется. Возможно, возможно, если, конечно, конец света не устроится, если ютуб не поудаляет нафиг все эти видео в итоге, просто-напросто, то в таком случае эти видео проживут дольше их владельцев. То же самое вот эти аккаунты в соцсетях, то есть их люди, которые ввели эти аккаунты, умрут, а переписки останутся. Это, как я считаю, лучшее напоминание о себе и лучшее наследие, чем какая-то материальная могила. И опять же, это было ещё связано с чем? То есть вот это вот сохранение тел и так далее. Это связано не только с материализмом, потому что, как я сказал, материализм тоже не особо это чествует, но ещё и связано с тем, что, типа, якобы Иисус должен был воскресить всех этих набой с сатаной, то есть воскресить мертвяков, то есть армию зомби поднять должен был Иисус и идти на живых. То есть мёртвые под предводительством Иисуса должны были мочить, не знаю, там мозги жрать у живых и в итоге захватить мир, и в итоге зомби будет, короче, счастливая. Счастливый рай на земле, на которой остались одни зомби и Иисус. После второго пришествия. Вот это вот, в принципе, тот рай, который нам даёт христианство, в принципе. Он великий личенек романков, да. Ну, впрочем, я одобряю такой подход. Он очень продуктивен. Сразу видно, чей он сын. Сын, как бы, владыки мира сего и злого Демиурга. Конечно, он мог позаботиться о куда более подобающем захоронении, но не мог. Причиной тому было не только преследование. Что же ещё? Как будто это важно. Серьёзно, это чё, важно, блин? Да, ну я уже говорил. Видишь ли, похоронил её в таком безвестном месте, Эван таким образом позаботился о том, чтобы её тело не было найдено ни Георгом, ни Агентом Эфизито. Но если бы он хотел найти её тело, он бы давно его уже нашёл. И, как бы, он даже её не пнул в живот, хотя этого можно было ожидать, понимаете? Но это было бы не так интересно. Типа, Лейк бы вздох, и игры бы не было, конечно. Поэтому нужно было обязательно взрастить героя, который потом победит своего дедушку. А стало быть, они не нашли бы и тебя, переданного на попечение Елены. Другими словами, Эван не забросил могилу твоей матери по своей непрерывности, а скрыл твоё существование и от Георга, и от КБКГ. Хорошее объяснение. Возможно, это и то, и другое, понимаете? Одно другому не мешает. Двух зайцев убил. Вообще-то, я вот так и думаю. Вот когда я ленивый, я думаю, а как бы мне оправдать свою лень? Почему я не хочу идти работать? Почему я не хочу записывать видео по Серафик Блю? Ну, потому что там я боюсь грёбаного босса, который, сука, неубиваемый. И, в общем-то, я вот так думаю и придумаю себе оправдание. И вот, и потому что у меня есть другие видео, и потому что мне нужно паспорт идти фотографию вклеивать, и потому что у меня вот зуб что-то разболелся, и так далее, и тому подобное. То есть, и в итоге так и получается. То же самое в универе было. То же самое оправдание. Но одно другому-то не мешает. Может быть, несколько причин одновременно. И ты никогда не знаешь, потому что человек говорит ту причину, которая ему больше всего выгодна. Человеки субъективны. Они говорят то, что им хочется говорить, и то, что им выгодно. Он думал лишь о твоей безопасности, и только поэтому никогда и не навещал ни ее могилу, ни тебя. Его жизнь беглеца продолжалась еще какое-то время, но... Когда Министерство внутренних дел узнало о твоем рождении, а точнее о беременности, о Сирии, оно переключило свои приоритеты. Субийство Эвана на обеспечение безопасности Серафик Плю. Кроме того, узнав о намерении Георга уничтожить Эвана, они потребовали немедленного прекращения преследования. Георг, однако, лишь сделал вид, что повиновался при этом, тайно продолжая свою охоту за Эвана. Кроме того, он также стремился узнать о местонахождении души Сирии, но эта информация хранилась в секрете даже от него. По происшествии времени его жажда крови Эвана немного поугасла. И вот, семь лет назад, когда преследования сошли на нет, Эван ознавал о их, чтобы удостовериться, что его усилия не были напрасны. Через два года после этого, я, будучи одним из немногих, кто знал, где и в каком месте, находится душа Сирии, поделился этой информацией с Эваном. А он, в свою очередь, предложил мне вступить в ОИК. А, ну да. Ты ведь был членом КБКГ до того, как присоединиться к ОИК. Я правильно помню? На самом деле, я ушел оттуда и не успел прочитать. Смерть Сирии открыл. Мне глаза на все совершенные нами ошибки. На всю ошибочность наших действий касательно создания Серафима и на ужасные последствия слепой веры в КБКГ. мое сердце было разбито. Вместо надежды я видел лишь отчаяние, ведь наша великая цель принесла людям лишь вред и боль. Спустя неделю после того, как мы узнали об успехе проекта, я послал Ральфу. Но дело в том, что, понимаете, а Гайя-то что делает? То есть, все в мире это ее провидение. То есть, следовательно, раз вы приносите боль, значит, этого хочет провидение Гайя, логично же. Понимаете, вот это вся проблема всемогущих богов. Кого бы ты ни представил этим богом, вот эту вот Гайю, природу, якобы добрую, которую пытаются спасти. Но она не хочет, чтобы вы ее, сука, спасали, понимаете? Она хочет сдохнуть от рака, понимаете? Потому что она, небось, сама понимает, насколько она мерзкая. Это природа. Впрочем, люди изменяют ее, но изменяют ее в еще более мерзкие формы. Вот в чем проблема. Никто никогда не делает изменения, такие, которые даруют всем благо. Все изменения, которые происходили в всю историю человечества, это изменения усовершенствования рабства, например. То есть, вначале было рабство из-под палки, обычное. Догнал кого-то, какого-нибудь чужеземца, кастрировал его, на цепь посадил и заставляешь крутить колесо какое-нибудь или на ринг, выкидывая, чтобы он там гладиатором был. Потом, короче, этих рабов, там им землю дали. Это, кстати, очень хорошее рабство было. Ну, то есть, потому что у них была земля, да, тебя могли прийти, убить, изнасиловать, все, что угодно сделать. И дань драли бешеным, с крепостных. Но у них хотя бы было какая-то вот это вот дом, там какая-то семья, возможно, если повезет. Это если ты вдруг не понравишься остальному быдлу, то тебя затравят, назовут ведьмой и сожгут. Или там грушу какую-нибудь железную, инквизиторы будут в жопу засовывать. Просто потому, что ты какой-то не такой, ты, короче, не хочешь с кем-то общаться с другими деревенскими жителями или еще что-то такое. Ну, а теперь, типа, то есть, в начале ты должен был кормить этого раба, которого ты поймал и там, типа, посадил на цепь. То есть, ты его кормишь, а он просто работает, и то из-под палки, потому что он раб, он понимает, что ты не обязан ему давать что-то за его работу. Потом крепостные, они работали на своей земле, то есть, они сами себя уже обеспечивают. То есть, тебе не нужно его кормить. Он просто сам заботится, выживает о своей жизни, а тебе дань платит, фактически. И земля считается твоей, а не его. Это вот совершенствование рабства, в принципе, было. Теперь же капитализм, очередное совершенствование рабства. То есть, теперь раб сам беспокоится о том, чтобы пропитание себе найти, и сам же к тебе приходит и ищет себе хозяина. И то есть, чем более умело хозяин сможет наебать раба, чем более херовые условия ему сможет предложить, и тот согласится на это рабство, тем как бы лучше хозяину. То есть, при этом, так как раб сам всего этого хочет, якобы, ну, потому что его не научили, его специально отучили от того, чтобы он мог жить без капитализма, от того, чтобы он мог обеспечивать себя сам, трудом как-то, то есть, сам, например, бизнес свой вести и так далее. То есть, нас же специально отучивают от бизнеса в этом, и культивируют рабство в образовательной системе стандартной. Только богачи могут себе позволить не рабскую систему образования, а государственную систему образования именно для воспитания рабов. Так вот, и в итоге получается, что теперь, ну, эффективность труда высокая, потому что раб рад своему рабству. Он считает, что он когда-то станет хозяином, если будет усердно трудиться, будучи рабом. Хотя это не так. Значит, и при этом у него еще меньше, у него нету своего клачка земли, у него нету уже даже жены или там семьи какой-то. Он полностью одинок и беззащитен, бесправен. Ему... Вот почему коммунисты, собственно, восстали. Потому что тебе не остается... Тебе нечего терять, кроме своих цепей. Вот так вот. Вот это то, что вы должны усвоить о капитализме. В итоге мы видим, что на Западе там куча людей бомжаками бегают. Ну и здесь то же самое, только здесь их еще и ненавидят за это. А там, то есть, типа, им якобы, как кто-то как-то помогает. На самом-то деле мы понимаем, что все это сами сделали их бездомными, сами их уничтожили, создали им проблемы, а потом они такие вот благородные им помогают. На самом-то деле я бы плевал этим помощникам в рожу. Спустя неделю, после того, как мы узнали об успехе проекта, я послал Ральфу, бывшему председателю КБКГ, письмо спрошения об увольнении. Многие отговаривали меня от этого, но, не слушая их, я ушел, оставив все свои дела незавершенными. Простите за то, что я так долго. Блин, придется теперь эту серию делить на две. Все эти планы, их реализация были, есть и будут моим самым тяжким дрехом, что я унесу с собой могилу. А тогда ты раньше не думал, как? Ты серьезно? Ты это все делал? Понимаешь? Это все длилось много лет, сука. И ты не думал о том, что это плохо и так далее и тому подобное. Но когда ваш проект завершился успехом, ты внезапно от него отрекся. Великолепно. Просто замечательно. Бесподобно. Это просто какая-то... Я в шоке. Как можно было такое написать? Говнище. В дальнейшем я также не спускал глаз действий КБКГ. Дело даже не в том, что оно злое, типа там, что все плохо, типа, пессимизм, все дела. Дело в том, что это глупо. Это полностью дырявая хрень, которую никак просто не сшить. Они все действуют... То есть, ну, я не знаю, какому быдлу нужно это все впаривать, чтобы оно назвало это хорошим там литературным приемом. С действий КБКГ. А помогали мне в этом мои старые коллеги, тайно снабжавшие меня информацией. Сирия была первым крылом Серафик Блю, а провидением Гая было установлено. Кстати, я вот бьюсь об заклад, мы не можем встать на сторону Кенсера в Гае и кого еще там? И Георга. А может быть, я бы хотел. А как вариант сделать такую же игру, ну, типа, было бы прикольно, если бы можно было выбрать сторону. Вот я всегда уважаю игры, в которых есть несколько сторон, ну, как, таких игр вообще-то мало, несколько сторон, которые все по-своему говно и по-своему, ну, хотя здесь все говно. Ну, то есть, в других играх может быть по-своему хорошие, а по-своему плохие. Понимаете? Но вот здесь этого нет, естественно. Здесь нам впаривают какую-то ложь и при этом не дают выбора. Было о провидении Мкаи было установлено, что ключ к существованию этой сущности находится не в физических телах, но в душах. Вот почему первое Крылоне перестало существовать даже после смерти Сирии. Теми, кто установил местоположение духа Сирии после ее перерождения в качестве вторичного ядра души были люди из секции СБ. Так я же так понял, они отбирают, то есть, они не всех воскрешают. Ну, то есть, а ее могли бы вообще не воскресить? Ну, ладно, допустим, что повезло, что они ее нашли и воскресили дух моей матери переродившийся в теле Сироперсоны, которая является Веной. Да, это произошло 22 года назад. Однако, рождение Вены стало лишь очередным витком спирали темных дней Сирии. Грех идиотов из секции СБ состоял в том, что они видели в Серафик Блю лишь так называемый ими инструмент спасения мира. Инструмент спасения мира? Это я понял, это намек на Евангелион и что, типа, там Синзи такие же переживания у него были о том, что его, типа, выбрали для спасения мира, а он их всех посылал и, кстати, правильно сделал, им нужно было посылать до конца. А я, я говорил, что я считаю, что Синзи нужно было где-то в середине всего этого действия взять просто Рей, вот эту вот клонированную его мамку или кого-то и убежать бы с ней, короче, куда-нибудь в джунгли или к этим ангелам или куда-нибудь, короче, чтобы не умереть и типа там с ней, не знаю, ебаться или что-то вот хотелось не делать. В общем, потому что они в похожей ситуации. Она типа клон, созданный для чего-то, но у нее своей личности нет. И вот меня точно так же воспитывали. Я вот на Рей был похож. Будда тоже на Рей был похож. Пока, короче, я не сбежал с Творца. То есть, его тоже. То есть, вот твоя судьба, вот давай вот это, вот это. Мы тебя родили для этого, для этого. В итоге оказывается, что это все ложь. И нет никакого пути, и нет никакой судьбы. И все это абсолютные хаосы. Да. Ну и в общем-то, как я сказал, это пусть бы их уничтожили, а что этому Синдзе то было бы. Ну типа ангелы что им нужно? Им нужно уничтожить цивилизацию, а нафиг нам вообще цивилизация нужна. Они хотят всех людей уничтожить? я не знаю. Вообще они пытались с ними договориться как-то там. Там какое-то слияние должно было. В итоге оно так слияние произошло. Так в чем причина? В чем проблема? Ну или пусть бы этот папаша ебучий, он бы там Генда кажется. Он бы там искал кого-то другого. Клонировал бы Синдзи. И пусть бы его клон водил. И новую рейбу пусть клонировал. А они небось бы тоже убежали вместе. Опять снова. А Аска пизда тупая. Ну типа она неосознанная нифига. Типа тупо эмоции всяких слушается. Вот сейчас мода на цундера пошла. На тупых стерв. тупых unjust стерву. воспринимают. Бизнес на этом построен, собственно. И это не так уж и плохо на самом-то деле. Это нормально, то есть я делаю тебе работу, ты даешь мне деньги. Вот это вот. Средство достижения своих целей. Работник идет к работодателю, чтобы достигнуть цели, как бы получить деньги и не сдохнуть с голодом. Работодатель, ему нужны рабы, потому что у него две руки, а ему нужно, чтобы кто-то делал другую работу, которую он сам не может сделать. Да, именно этим я и была для них. Люди из секции СБ растили меня лишь ради выполнения моей миссии, как Серафик Блю. Проект был начан с привязки духа Сирии к телу ребенка, от которого отказались родители. То есть я была сиротой с самого начала, ведь наличие родители могло бы стать нежеланным препятствием для продолжения проекта. После этого была сформирована специальная группа Ансбах, целью которой было мое дальнейшее воспитание и образование. А ее руководителем являлся Зигберт Ансбах. Зигберт ограничил мои контакты с Нижним миром. Все-таки, вот то, что мы видели в начале, это именно вот этот момент, да? И вся моя жизнь состояла из тренировок, обучения. А, то есть это получается... Это получается мы за вены играли в начале, прямо перед тем, как она сбежала и спустилась вот туда к лейку. И вся моя жизнь состояла из тренировок, обучения и становления тем самым инструментом спасения мира. Грубо говоря, мне промыли мозги. Ну, мне тоже. Причем даже не только государство, но еще и родители. И до сих пор он голем ебучий. Постоянно продолжает их промывать. Ему там в телеке что-то говорят, мой отец. И он потом приходит и мне начинает это рассказывать. И потом его то Зеленский обманул, что обещал там кинет эпохи бедности, а на самом деле оказалось повышение наугов два раза. Там это... Тут отключение света, воды и всего остального. И всякая жесть происходит. Меньше, сука, верьте. Меньше, верьте, гребаные големы. Те, кто верят кому-то, это големы. Нужно смотреть, как оно на самом деле. То есть нужно все их биографии знать. Нужно знать, когда они срут, где они пердят, что они вообще делают, в каких офшорах они деньги прячут. Но у нас этого всего не происходит. Ладно, это уже политика. Хватит. Нужно до сейла добраться. Зигберт очень гордился этим методом воспитания, так как он полностью соответствовал его собственным теориям. Он верил, что для взращивания идеального и послушного ребенка родитель должен полностью сломать его волю. Блядь, сука. Вот это, блядь, точно христианская хрень. Это может звучать, как безумный эксперимент, но никто не смел подвергать методы Зигберта сомнению. Таким образом, начиная с моего Зигберта, это имя очень... Вы понимаете, нацисты, да. Замечательно. Нацисты спасают мир. Я же говорил, там не зря СС фигурировала, потому что это все Серафик Бу, это проект этих СС. С моего рождения и до недавнего... А, Серафин спасения. Серафин спасения, это, в общем-то, проект нацистов. Недавнего времени вся моя жизнь шла в соответствии с его планами. Такого уж недавнего, по-моему, уже давно. Что это за дерьмо? Да, это же ничем не отличается от твоей прошлой жизни с Георгом. Ну, карма, карма ведь. Карма так и работает, что если ты не справилась в прошлой жизни, то тебя в одну и ту же херню пускают. Это провидение Гаи, знакомься с ним. Это то, что вы пытаетесь спасти. Пытаетесь спасти, изменив, то есть положил при этом кучу жертв ради этого. Замечательно. Моя мать переродилась лишь для того, чтобы вновь пройти через такое. Неужели она не заслужила право на лучшую жизнь? А стоп, а зачем она вообще им нужна? Это с Лейком такое должно было делаться. Он же вроде бы Серафим спасения. Почему, черт побери, и где этот, как его, отец? С ним тоже так поступали, подавляли его волю, или они его так и не поймали? Почему ничего не изменилось? Прости, я не хотел кричать на тебя. Все нормально, не волнуйся. Все это уже в прошлом, теперь я здесь с Эваном и остальными. Между прочим, твоя реакция, Лейк, ничем не отличается от реакции Эвана тогда. Когда это тогда? Когда он узнал, в каких условиях живет Вена под контролем Зигберта? Он кричал на меня точно так же, как и ты сейчас, а затем снова отправил в КБКГ письмо с требованием немедленного улучшения ужасных условий жизни Вены, а если это невозможно, передача ее ОИК. Просьба была отвергнута, поэтому ему пришлось вновь похищать ее, а точнее освобождать из ее маленькой темной птичьей клетки, где она была обречена жить в заточении. Неужели тут рейд два года назад, о котором мне рассказывала Минерва правильно? Кстати, вы знаете, до сих пор в Европе живут люди, у которых там родители были, например, нацистами, и они, короче, над ними издевались с детства. Вот так вот. И у меня мать была христианкой, но это то же самое, что нацизм. Христианство вот такое вот, православие там, протестантство, по крайней мере, это нацизм, а другие вот эти вот католики, они, короче, вообще педофилы. То есть, тебя или в жопу будут ебать, и там, не знаю, заставлять трупы целовать, или же будут вот так вот издеваться над тобой, гнобить, воспитывать из себя раба. Правильно, однако, детали этого рейда не были опубликованы. Фактически, Эван проник в резиденцию Минерва, находящуюся на окраинах столицы, где тогда располагались КБКГ и забрал оттуда Вена. Я, понятное дело, пытался вразумить его, но он даже слушать меня не хотел. К лучшему или худшему, он совершенно не изменился даже спустя 20 лет после похищения Сирии. Так что, знай, эта страсть к безумным авантюрам присуща вам обоим. Может, ты и прав, однако, на его месте я не стал бы даже пытаться вести переговоры, а сразу бы отправился спасать Вены. Да уж, яблоко от яблони, он думал точно так же, как и ты. После того, как я рассказал ему о Вене, он решил совершить рейд прямо на следующее утро. Лишь после долгих попыток вразумить его усилиями всех членов о их, он согласился начать с переговоров. Вене, ты, наверное, была счастлива, когда он спас тебя, верно? Да, я чувствовала себя так же, как чувствовала себя Сирия после ее похищения, в кавычках. Вот как. По достижении 17 лет Вены начала учебу в академии, где она провела три года, набирая знаний и развивая свои навыки. Этой академией была магическая академия Фейзита, находящаяся в столице. в результате ее социальная жизнь пусть и немного наулучилась. Ой, ну, ненавижу социальную жизнь, ну, если ей это нравится, то пускай. Она, в принципе, шлюха, что ей-то? В прошлой жизни была шлюхой, и в новой жизни тоже ей социальная жизнь нужна. Хотя все-таки она по понятным причинам сторонилась людей. Так она социальной жизнью занималась или сторонилась людей? Зачем тогда ей из коморки выбираться? Может, ей было бы лучше в коморке, если она не хочет с людьми там? Ну, хотя это уже натянуто. Можно хотеть в своей коморке сидеть, а не в чужой. Вот как я это делаю. Когда Вены впервые появилась в Уик, мы думали, что у нее совершенно отсутствуют какие-либо человеческие эмоции. Но постепенно познакомившись со здешними ее мировосприятие начало меняться к лучшему. Так что не волнуйся, у Вены есть будущее. Ну, это все хорошо, но если я могу что-нибудь сделать для тебя, Вены, я сделаю это без промедления. Я хочу быть полезен. Это очень странно. Он же вроде мудак. Спасибо, Лейк, но ты не должен волноваться обо мне. Я в порядке, серьезно. Вот мы подошли к концу этой истории. Что, конец игры? Так вроде еще пять боссов впереди. Теперь ты понимаешь, как все мы, ты, я и его наказали здесь. Теперь то уж да. В таком случае я закончу рассказ с текущим положением дел. Я прям появилась турку, чтобы забрать тебя. Одна, потому что Эван решил, что нам стоит какое-то время побыть вместе. Слушайте, серьезно, опять Эван Эван ее подосрал. То есть ничего не меняется. Карма работает, они отрабатывают свои кармы несколько жизней подряд. Ну то есть одно и то же совершают, одни и те же ошибки, ничему не учатся. быдва гребаная. Вены сто процентов быдва, Эван быдва. Просто гребаная быдва, которая не способна учиться. Даже когда им дали новую жизнь, второй шанс, они все равно повторяют одно и то же. он ее опять бросил, сука. Точно. Почему же она это? Так самое интересное, то есть серьезно, он не пошел с ней, потому что типа надо побыть вместе с сыном. Но блин. Но блин, вы понимаете, что 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 я хотел сказать. Что им мешало, чтобы Вена побыла пока с сыном, Эван, например, в соседней комнате посидел. Или чтобы он просто когда придет в город, она пошла к сыну, а он остановился где-то в гостинице. То есть не говорил, что он не случайный прохожий, а его отец. То есть понимаете, в чем прикол? Он мог бы с ней пойти, но просто быть просто для этого, для обеспечения. А потом он бы объявился и тоже с ним бы поговорил с этим сыном. Опять же, он что, даже не хотел увидеть своего сына? Или у него там этих сыновей сотни штук, так как он главный ловил от Федита? Эван решил, да, он не хотел портить долгожданное воссоединение матери и сына своим неожиданным ... Что, блядь? А он же отец! Портить? Отец испортит появление воссоединения сына с матерью? Ёван его. Однако нападение Энда нарушило все наши планы. Тем более этот Лейк, он бы мог не поверить, что вена его мать. Потому что у нее другое тело и так далее. А вот отца он бы точно узнал. Он бы точно обрадовался, что отец привел мать якобы. Хотя он бы тоже мог не поверить, сказал бы вот ты, сука, нашел новую какую-то шлюху, мою мать убил, а теперь короче новую. Привел мачеху мне тут и пытаешься выдать за то, что она моя мать и рассказываешь про каких-то серофических персон и другой херни. Но это все же более вероятно, чтобы он так поверил, чем если бы вена сама пришла. Будьте, тем более, что у нее другие волосы были, все другое было. Я вот никогда бы не подумал, что его... А, слушайте, ну я выдвигал эту теорию, что Вены мать Лейка и что она в прошлой жизни была мать Лейка. Я давно это предсказал, слушайте, помните? Ну, просто есть ограниченный набор приемов литературных. И если их все перечислить, то ты определенно угадаешь. Так описали все предсказания Нострадамуса. Достаточно просто перечислить самые распространенные варианты развития событий, и какой-то из них когда-нибудь сработает. То есть Нострадамус не написал точных дат, следовательно, и написал такие расплывчатые предсказания. И в итоге получилось, что их можно трактовать как угодно. Будь Эван и остальные со мной, мы бы наверняка справились, но в одиночку у меня не было никаких шансов на победу. Поэтому я и прибегнула к единственному оставшемуся средству серофическому трансу, и в результате временно утратила все свои воспоминания. Как будто бы они этого не ожидали. Они же оружие против канцеров Гайи. Опять же, если Эван сам не захотел пойти, то почему какого-нибудь охранника из Фезита не прислали. Вот это же принцесса зеленоволосая, она почему-то с охранником ходит, с Серафимом этим странным, с Серой персоной. Ой, он робот. Так вот, почему такого же охранника не приставили к Вене? Этот проект правда важен Фезиту? Или им посрать? Я думаю, посрать. Ну, это не удивительно. Собственно, мы видим, что там наместник Фезитского правительства на Нижнем мире как раз-таки сотрудничает с Кэнсерами. И КБКГ теперь служит Кэнсером походу. И все остальные. Так надо же это учитывать, тогда почему Эван не пошел. В общем, дыра на дыре, просто дыра на дыре. Временно утратила все свои воспоминания. Вот так вместо того, чтобы воссоединиться, мы пустились в путешествие по поверхности. А как вы собираетесь воссоединиться? Они же и так воссоединились. То есть, типа, воссоединиться в смысле, что, сексом заняться, что ли? Как вы представляете себе воссоединение? Чем отличается воссоединение от путешествия по поверхности? Когда Энтес бросил тебя в пропасть в Лауренте, ты был вытолкнут восходящим течением потока душ в мир Федита. Ты смог пройти сквозь небесный барьер, потому что не был ни персона, ни сероперсона полукровка. Забавненько, но мы не видели, чтобы он туда улетал. вверх. Единственное в своем роде существо, когда-либо существовавшим под провидением Гайи. Но вообще-то он нарушает ее провидение, я так думаю. Потому что сероперсоны ведь нарушают провидение Гайи, из-за этого всякие канцеры плодятся, и дьяволы появляются собственно из них. Именно потому что они нарушают его. И они сами один из видов канцеров, только канцеры, которые притворяются, ну, не хотят зла, Гайи, они просто паразиты. Есть злые паразиты, вот эти раковые клетки, а есть вот такие доброкачественные опухоли, скажем так. то есть канцеры это злокачественные раковые опухоли на телегае, а вот эти сероперсоны это доброкачественная опухоль, которая как бы не хочет уничтожать все живое, доброкачественные клетки и все остальное. Но все же пухнет, все же это непровидение. вот почему барьер пропустил тебя. А уж потом встретившись с Минировой и Хаузеном, ты сопутствовал им в их путешествии и пусть неосознанно но все же пришел сюда. После нашей разлуки и моего последующего спасения Эваном и Кейном я боялась, что с тобой могло случиться худшее, но... Ну в общем-то если подумать, если сероперсоны это нарушение проведения Гайи, то все-таки непровидение Гайи ответственно за что? За вот эту историю любви, за то, что они... Ну такая фигня вообще случилась с зачатием Лейка и так далее. Ну с другой стороны не знаю. В общем предполагать нужно все что угодно. Я боялась, что с тобой могло случиться худшее, но в конце концов всем и здесь все трое. Вот и все, что происходило до сегодняшнего дня. Не будь так уверена. Ты преодолел все препятствия, включая нападение Энда, а затем по незнанию пришел сюда к Эвану и мне. Теперь ты знаешь всю правду о себе и о нас. Твое существование как основного тела Серафик был крайне важно для нас, членов ОИХ, а кроме того, наше воссоединение было последним желанием в Сирии. Пусть нам было тяжело в последние годы, но мы семья и будем ею несмотря ни на что. Ты присоединишься к нам в нашей борьбели? А че за вопрос? Зачем спрашивать? Как будто бы у него был выбор. Он как Синди. Я бы отказался. Я бы пошел и встал на сторону Энде. Или убил бы себя, чтобы уничтожить надежду. ибо нехуй. Значит, все это время ты помнил? Да. Каждый раз, когда шел дождь, я постоянно вспоминал тот день. Ничего не изменилось даже спустя столько лет. Должно быть, ты прям любил мою маму. Нифига он ее не любил. Он все время доказывал, что он ее не любит. Тем, что постоянно бросает ее и типа забрюхатил и отцу отдал. Что, блядь? Потом здесь, короче, взял ее бросил в самый нужный момент. Сказать по-правде после того, что сказал дядя Дональд, был ли я рожден по любви? Нет? Ну, как? Нет, наверное. Что за внезапный вопрос? Ну, я имею в виду, это все ведь было запланировано изначально. я помню типа своей матери, но ну, как по любви? По влюбленности, то есть, у кого-то встал и ты родился. Мое рождение наверняка было нужно лишь для продвижения проекта. Нет, твое рождение нужно было для избавления от лишней семенной жидкости, для опустошения яиц твоего отца. Как минимум. А возможно еще, чтобы вены почесали одно место жирным серафическим членом. Если бы мама не забеременела мной, Эван бы наверняка и дальше пытался использовать ее, чтобы остановить ваши планы. Если смотреть с моей причудливой точки зрения, ученого, ты не был рожден только лишь по любви. Да, Эван тогда покинул проект, и ответственность перед выполнением миссии больше не была препятствием его личным интересам. Проблемы, однако, начались с их серии бегства, и под проблемами я подразумеваю их непрекращающиеся попытки скрыться от преследования. Как правило, такие обстоятельства способствуют появлению беглецов теплых чувств друг к другу. Теплых и фальшивых. Поверхностные кредковременные эмоциональные связи в итоге не приводящие ни к чему. Ну а такая связь только и бывает. Однако я верю, что у твоих родителей все было иначе. Они наслаждались временем, проведенным вместе и рисковали жизнями ради того, чтобы защитить свое счастье. Их чувства были настолько сильны, что смогли побороть ограничения, установленные провидением Каи, что в итоге привело к твоему рождению. С чего взяли, что у Каи есть какие-то ограничения. Может она решила поиздеваться. И пусть много воды утекло с тех пор, и память моя сейчас куда хуже, чем раньше, я убежден, что все было именно так. Ты ведь тоже до сих пор помнишь улыбку Сирии? Да. Но лишь потому, что дождь все еще не прекратился. И ты тоже любишь ее. Похоже, этот дождь будет идти даже после того, как нас не станет. Но здесь не было дождя раньше. Нет, когда-нибудь он закончится. каким бы долгим или холодным он не был, однажды тучи разойдутся и голубое небо вновь предстанет перед нами. Но я же выходил, здесь не было никакого дождя. Но моей матери уже не доведется его увидеть. Верно, но лишь потому, что она уже там. я буду сражаться вместе с вами плечом к плечу. Значит, ты сделал выбор, спасибо. Не пойми неправильно, я все еще не простил тебя. Было бы слишком нагло с моей стороны ожидать этого так скоро. Моя мать хотела, чтобы все мы вновь были вместе. А кроме того, я хочу присоединиться к Вене на пути к нашему предназначению. Ты, наверное, хотел сказать к духу Сирии, воспринимая ее так, не отвернешь ли ты само существование Вены. Мне это тоже не дает покоя, поэтому я и спросил ее. Но это ведь будет значить, что я отвергаю тебя. Все нормально. В конце концов, ты рос, не зная материнского тепла. Теперь же это тепло твоей матери находится во мне рядом с тобой. У тебя есть право быть рядом с ней, а у меня есть желание дать тебе такую возможность. Другими словами, воспринимай меня как Сирию, а не как Вены. В общем, косполей начинается. Ведь это именно то, что тебе нужно. Я рад, что моя мать рядом со мной, но почему же тогда меня не покидает ощущение, что здесь что-то не так. Это как раз когда наконец мы вместе. эти бессердечные ученые, их идиотские методы воспитания, вот в чем вся причина. Они относились к ней как вещи. Но к любой женщине относятся как вещи. Ну не все, но если к ней кто-то не относится как вещи, то она такого парня не выбирает и не влюбляется в него. Логично. Если бы Эван ее не бросал постоянно и перед этим бы не трахал сотни шлюх, то в таком случае она бы в него не влюбилась. Логично. Ну и не похитил ее, конечно же. Ну в общем так оно и получается в итоге. Это все провидение Гайи и инстинкты, конечно же. Любовь так называемая. Учитывая, что она до сих пор страдает от кошмарных воспоминаний, вряд ли вены скоро отправится от своих психологических травм, но я бы сказал, сейчас она выглядит куда лучше, чем раньше. Интересно, как я должен воспринимать ее? Как вены или как мою мать? Не думай об этом, самокопание ничем тебе не поможет. Бросите мысли из головы выброс точнее и просто думай о времени, что вы находитесь вместе. Постепенно ты сам узнаешь, кем для тебя является Вена. А ты, похоже, хорошо ее знаешь. Пусть я и не хочу этого говорить, но спасибо за совет. Да ничего особенного. Кстати, Вена всегда была такой. Какой? Ну, даже когда мы вместе путешествовали по поверхности, я ощущал в ней некую скрытую прохладу. псу. Хотя может мне показалось вот так. Какая ирония, если причина действительно в этом. Иронично? Не обращаю внимания, просто говорил с тобой. Кажется, дождь закончился. тучи не разошлись, а голубое небо так и не появилось. Появится рано или поздно, не будь нетерпеливым. а ты не относись там как-то кому-то. Ну, и конечно же все, потому что уже, блин, два часа прошло. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До следующей серии. Пока-пока.